У нас есть много достижений разного типа. Есть вещи, которые мы приобретаем, но они очень быстро исчезают. Например, впечатления какие-то. Вы что-то пережили, вам было очень интересно, может быть, впечатлило вас. Но как только этот сам опыт, переживание чего-то нового заканчивается, так с ним и уходит вся его ценность. Есть другие вещи, которые имеют какую-то большую ценность. Например, одежда, которую вы приобрели, она немножко ценнее, она побудет несколько лет. Или вы купили новую машину. Машина тоже несколько лет, наверное, будет существовать, если не разобьете. Еще, может быть, более существенные вещи – это дом. Люди приобретают дом, и, конечно же, дом – это тоже достижение. Но самое большое, чего может человек достигать, – это изменение своего собственного сердца, своей жизни. Именно поэтому написано «больше всего хранимого – храни сердце свое». То есть вот то, что мы приобретаем для души, – вот это самое ценное. Это то, что останется с нами всегда. Это то, что обогатило нас. Это намного ценнее любых денег, намного ценнее любых каких-то вещей, которые, может быть, даже очень ценные – золото или недвижимость, или что-либо еще, что можно купить за деньги. Вот характер человека, его внутренние качества, его способность радоваться, его способность иметь мир в сердце, его какие-то навыки, skills, которые человек приобрел, и они дадут ему способность выжить, эффективно жить, зарабатывать и так далее. Вот это ценность в самом человеке. Так вот, когда мы говорим о ценности в самом человеке, есть одна ценность, которая важнее всех остальных. Этой ценностью является вера. Мы остановимся сегодня на одном из очень ярких мест Священного Писания, которые говорят нам о том, что вера в действительности считается Богом, или Бог поставил ее на самый высокий пьедестал с точки зрения ценностей в человеческой жизни. Мы попробуем немножко углубиться в само понятие, что же это такое. И, наверное, самое большое – мы сегодня попробуем проверить свою собственную жизнь. Вот год прошел. Стала ли наша вера за этот год лучше? Стала ли она прочнее? Стала ли она более сильной? Более конкретно действующей? Ощущаете ли вы в вашей жизни действия веры более ясно сегодня, чем это было год тому назад? Этот текст находится в первом послании апостола Петра, и само послание очень интересно само по себе. Оно было написано к людям, которые переживали очень трудные времена. Вы знаете, это середина 60-х годов первого столетия. Перед этим за несколько лет были большие гонения в Иерусалиме. Церковь Иерусалимская практически вся была вынуждена бежать. Люди бежали в разные точки Римской империи. Почему? И начинается это послание с перечисления разных мест, где живут, или местностей, где живут эти люди. Представьте себе люди, которые потеряли все, которые оставили свой дом, оставили ту среду, где они, естественно, жили. Они переселились в какие-то новые места, и там пытаются пустить корни. Проблема только в том, что, находясь в этих новых местах, у них не только экономические сложности, но и сложности в том, что их притесняют язычники, потому что язычники верят в других богов. И в это же самое время их притесняют иудеи, которые там живут, потому что иудеи считают христиан врагами своей веры. Плюс ко всему, еще в это время Нерон сжег Рим и обвинил в этом христиан, и на христиан начинается такая общенациональная кампания по фактическому их уничтожению. Апостол Петр, он был связан с этими людьми своим сердцем, он был их пасарем. Он был одним из основных служителей Церкви Иерусалима, и теперь, когда эти люди находятся в страдании в разных местах, апостол Петр пишет им письмо, и он пишет его, скорее всего, из Рима. Находясь в Риме, он пишет, и он хочет сказать им о самом главном. Он знает секрет, что нужно им для того, чтобы они в тех обстоятельствах, где они находятся, выжили. И начинает он сразу с самого основания. Посмотрите, третий стих первой главы. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа, из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому и невидаемому, хранящемуся на небесах для вас, с силою Божией, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Апостол говорит о некоем удивительном явлении, которое он называет здесь «упование живое». То есть это надежда. Упование – это надежда, и он не просто упоминает эту надежду, а он называет ее «живой надеждой». То есть это то, что способно двигать человека, несмотря на все, что происходит вокруг. Это то, что имеет жизнь в самом себе, это то, что имеет вот этот потенциал для движения. Это живое упование. Оно связано с двумя конкретными элементами, которые представлены здесь. Первый элемент – это наследство. То есть мы, верующие люди, мы имеем от Бога гарантированное наследство вечности. И он называет это наследство нетленное, то есть это то, что не теряет своей стоимости никогда. Вещи теряют свою стоимость по двум причинам. Первая причина – они сами в себе портятся. То есть что-то ржавеет, что-то изнашивается, что-то тлеет просто и потихонечку теряет свою ценность. Вторая причина, почему вещи теряют свою ценность, заключается во внешнем мире. То есть людям это уже не нужно. Вы знаете, в определенных ситуациях что-то очень дорого стоит, а потом просто оно выходит из моды. И люди уже не пользуются этими вещами. Поэтому вот эта вещь уже менее ценная. Так вот, когда написано о том, что наследство, которое там нетленное, речь идет о том, что оно не изменяется, оно само по себе не портится, но, кроме того, оно никогда не потеряет своей ценности, своей стоимости. Оно всегда будет чрезвычайно ценным. Именно об этом говорит здесь апостол Петр, подчеркивая, что оно чистое, то есть unpaluted, то есть у него нет никакой примеси, там грязи никакой нет, неувядаемое, опять-таки оно не теряет своей свежести, и оно хранится на небесах для нас. Кстати говоря, об этом очень важная деталь. Обычно, когда люди говорят о ценностях неба, то небо по-особенному ценно, или тогда, когда люди находятся в очень трудных обстоятельствах, и жизнь на земле здесь мало их привлекает, или же тогда, когда они уже стоят на пороге вечности, то есть они смертельно больны, и они уже здесь за жизнь удержаться не могут, и поэтому они вспоминают. А вот есть вечность, и там в вечности очень ценное богатство, и очень большое наследство. Так вот, когда апостол говорит нам о том, что вот эта ценность, неизменная ценность, он говорит о том, что небесное наследство, оно продолжает быть ценным, намного более превосходя любые ценности того, что мы имеем, в любых обстоятельствах. Даже в самое хорошее время, даже тогда, когда у людей есть все на земле, когда у них есть возможности приобрести что угодно и позволить себе что угодно, даже в это время ценность того, что Господь приготовил для нас на небесах, намного превосходит любые известные нам ценности. Но вот кроме вот этой неизменной ценности, которая присуща самому наследству, апостол подчеркивает еще одну деталь, которую делают упование живым. И это деталь вера. Вера, она соединяет нас с небом. Вера, она делает вот то, что Господь для нас приготовил, реальным для нас сегодня. И он особенно углубляет наше внимание на важности этого явления. И он останавливается на этом в последующих стихах. И я хочу прочитать вместе с вами шестого стиха. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных испытаний. И дальше говорит, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе, не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения души. Заметьте, что говорит апостол. Он говорит о скорбях. Он говорит о скорбях тех людей, которые жили тогда, и они проходили через очень трудный период, очень тяжелые гонения. И вот то, что он говорит сегодня, оно касается нас. Год мы прожили, и в этом году было много всего. Были радости, было много приятных моментов, ну и были трудности. У каждого из нас была своя мера, отмеренная Богом каких-то скорбей, испытаний, переживаний. Господь дал это для каждого из нас. И вот он здесь объясняет, что смысл всего этого сфокусирован в одной конкретной цели, которую Бог имеет относительно каждого. Эта цель – сделать нашу веру лучше. Апостол объясняет, вера – очень важный элемент в жизни, настолько важный, что Бог идет на то, чтобы допускать скорби своим детям, которых он сильно любит. И он это делает, потому что скорби – это единственный, самый эффективный инструмент, который помогает укреплять, очищать и взращивать веру. Мы посмотрим сегодня на то, как это происходит с нескольких сторон. Во-первых, косемся немножечко вопроса, почему нужна вера? Почему это так важно? Почему для Бога вера такой важный инструмент в нашей жизни, что он идет на такие жертвы? Писание много говорит нам об этом. И вера представляется в Библии главным качеством выдающихся людей. Если вы почитаете историю разных людей в Библии, то самое главное качество, которое отмечается у одного, другого, третьего, десятого, практически всех людей в Писании – это вера. Писание говорит о том, что вера становилась главным инструментом самых разных вопросов. Например, когда Ной оказался единственным с его семьей, кто выжил в потопе, главная причина, почему это стало возможным, была вера. Мы сегодня читали 11 глава 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего, дьею, то есть верой, осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». В другой ситуации. Авраам, он стал наследником божественных обетований, которые радикально изменили не только его жизнь, но и жизнь всего мира, и опять причина этого была его вера. Восьмой стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, с наследниками того же обетования». В послании Галатам, 3 глава, 6 стих написано, «Так Авраам поверил Богу, и это вменилась ему праведность». Вера была источником силы в жизни Иосифа. Помните, он попал в рабство, братья продали его из зависти, он попадает в рабство, и вот там, находясь в рабстве, у Иосифа есть сила жить. Он влияет на ситуацию, не ситуация им управляет. И причина, почему это происходит, заключается в вере. У этого человека есть вера в Бога. Он уповает на Бога, он знает Бога, он боится Бога. 11 глава, Евреям, 22 стих сказано, «Вера Иосиф по кончине напоминала об исходе сынов Израилевых и завещала о костях своих». Если мы посмотрим дальше, мы посмотрим на Давида, который на протяжении многих лет вынужден был скитаться, Бог его уже помазал в цари, и он уже точно знал, что Саул, он находится под осуждением, он лишен трона. Но Давид на протяжении многих лет доверяет Богу и ждет, когда Бог поставит его на трон или посадит его на трон и поставит его на царство. Более того, если мы посмотрим на самого Иисуса Христа, так вот, он, сойдя на землю, отказался от того, чтобы использовать свои божественные возможности и прожил жизнь на земле как полноценный человек. И вот в его жизни главным качеством была вера или практическое доверие Отцу. Евреям 12 глава, 2 стих написано, «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший постромлении, воссел одесную престола Божия». Что провело Иисуса Христа по всем сложностям жизни? Его вера. Он начальник, то есть тот, кто начинает, источник веры, и совершитель, тот, кто довел ее до совершенства. То есть Иисус был первым человеком, кто в совершенстве жил верой. Писание показывает веру как очень важный аспект или качество важное, которым могут обладать люди. И на это представляет несколько причин. Первая причина – вера – это единственная связь с Богом. То есть, когда мы говорим, почему, глядя на прошедший год, анализируя то, что с нами произошло, почему мы должны первое внимание обратить на то, насколько наша вера выросла. Потому что, насколько мы обладаем верой, настолько мы реально можем быть связаны с Богом. С Богом невозможно иметь связь другим образом. У нас есть разные инструменты, посредством которых мы связываемся с разными людьми. С людьми, с организациями, с какими-то явлениями здесь на земле. Так вот, с Богом можно связаться только верою. На это есть причины. Вы знаете, когда Бог изначально сотворил человека, мы очень подробно говорили об этом на протяжении прошедшего года, когда мы исследовали книгу «Бытие», первые главы, и мы говорили о том, что Бог сотворил человека, и Бог сотворил человека сотрудником для себя. Бог сотворил так, что Бог, или человек сотрудничает с Богом, и достигает, он как бы становится продолжением божественной творческой силы. Но люди согрешили, и самый главный элемент греха – это независимость от Бога. Люди поставили себя в положении независимости от Бога. Теперь смотрите, что получается. Они взяли все те ресурсы, которые Бог сотворил, то есть они взяли всю землю, полную всяких разных ископаемых, которые есть здесь на земле, и они взяли мозги, которые обладают колоссальной творческой способностью, и они теперь все это используют, но сами, без Бога, противопоставляя себя Богу. Вот это все, чем занимается человечество на протяжении тысячелетий. И на протяжении всего этого времени они пытаются доказать, что они сами могут прожить, что они сами могут устроить жизнь, что вот еще немножко, и все будет хорошо. На протяжении тысячелетий мы видим революции, философы выдвигают идеи, кто-то идет на огромные жертвы для того, чтобы перестроить жизнь в одном или другом регионе земли. Самые разные формы человеческой деятельности. проблема только в том, что люди не могут достичь вот той полноценной гармоничной жизни. Я помню очень хорошо, как об этом рассказывали в Советском Союзе. И они говорили, в Советском Союзе, вы помните, была такая идея коммунизма. А коммунизм, это вообще, как говорили, это все будет гармонично, светло. Так и называли светлое будущее. Никто, правда, не знал, что это такое. И самое главное, никто не знал, как его достичь. Люди просто жили вот этой идеей, они понимали, что чего-то не хватает здесь на земле. Как известно, не достигли. Писание говорит о том, что иметь мир и гармонию с Богом можно только через Иисуса Христа и посредством веры. Другого пути нет. Римлянам 5 глава с 1 стиха, посмотрите. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого, опять-таки, верою мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славы Божией. То есть, заметьте, Иисус – это тот, кто синхронизировал нас с Богом. Иисус – это единственный, кто может открыть доступ к Богу. А вот для того, чтобы воспользоваться этим доступом, нужна вера. И вот эта вера, она может быть маленькая или больше, или еще больше. Писание говорит о том, что вера не статична, вера растет. Именно поэтому Бог занимается взращиванием нашей веры. Вера действует следующим образом. Если мы посмотрим на практические действия веры, мы можем пять ступеней как минимум определить. Первая ступень начинается с признания нашей зависимости от Бога. То есть, тогда, когда мы принимаем реальное положение и себя как творение зависящего от Творца, с признания Божьего права определять реальность жизни и действительного факта, что так и происходит. Вот то, что происходит в нашей жизни, мы понимаем, что это мы творение, зависящее от Творца. Следующий шаг – это понимание нашей греховности. То есть, во-первых, мы понимаем, что мы зависимы от Бога, во-вторых, мы понимаем, что мы грешные люди, что мы находимся в постоянном противоречии с Богом. Наши желания, наши мысли, наши чувства, наша воля, наши действия, наши слова, они находятся в постоянном противоречии с Богом множество раз в самых даже незаметных для нас ситуациях. Третье, что вера делает, вера ведет нас к покаянию в грехах и доверию своей жизни Иисусу Христу как Спасителю и Господину. Вот что делает вера. Во-первых, она открывает нам факт, что мы зависимы от Бога. Во-вторых, она показывает нам, что мы грешные люди. В-третьих, она открывает Спасителя для нас, и она говорит, что ты можешь принять Иисуса как Спасителя, который умер за тебя на Голгофе и как Господина твоей жизни. И когда мы делаем это по вере, вот тогда следующие два шага возможны. Это продолжающееся познание воли Божией и последовательно послушание ей. Вот это и есть вера. То есть, когда мы говорим о том, что значит человек приходит в гармонию с Богом, это не просто какое-то аморфное благое пожелание, это конкретно ясно выраженные шаги. Один за другим, вот эти пять элементов, которые и приводят человека в мир и в гармонию с Богом. Евреям 11.6 мы читали сегодня, а без веры угодить Богу невозможно. Другого варианта иметь гармоничные отношения с Богом просто нет. Итак, почему нужна вера? Она единственное средство, связывающее нас с Богом. Есть второй не менее важный элемент, почему вера важна. Вера важна, потому что это единственное основание жизни. Думайте, все мы основываемся на каких-то авторитетах. Наше мнение о себе, наше мнение о ценности жизни, наше мнение о смысле жизни, оно откуда-то взято. Иногда мы не понимаем откуда, мы просто вот кто-то нас так воспитал, и мы вот так думаем, и мы на этом стоим, но это все равно откуда-то пришло в наше сознание. Иногда это мы сами, просто вот я так думаю, или же какие-то образованные люди, или какие-то специалисты в той или иной сфере жизни, но мы всегда основываемся на чьих-то авторитетах. Мы люди слабые, у нас нет всего полноценного знания, поэтому мы не можем никогда жить без авторитета. Так вот, почему нам нужна вера? Потому что вера это единственный инструмент, который связывает нас с настоящим, единственным настоящим авторитетом, которым является Бог. Бог единственный, кто неизменен, Бог единственный, кто все знает и знает точно, Бог единственный, кто все контролирует. вот почему псалмопевец, когда ты говоришь 61-й псалом, только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он твердыня мое, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. И вот научиться жить так, чтобы Бог в действительности был вот этим основанием, точкой опоры, в котором душа успокаивается. вот это смысл и предназначение веры. Мы всегда ставим свою душу в зависимость от чего-то другого. Только бы вот она себя хорошо вела и успокоится душа моя, только бы вот мне зарплату повысили и успокоится душа моя, только бы погода сегодня не испортилась и успокоится душа моя и так далее. Всякие разные вещи, которые есть у людей, от которых мы ставим свою душу в зависимость. Все это изменяется, все это ненадежно, все это обязательно подведет, все это очень слабые опоры. Вот почему Псалом Песе говорит, только в Боге успокаивается душа моя, а пророк Иеремия добавляет этому, он говорит, так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человек и плоть свою делает опоры. То есть, если вы возлагаете свое упование, утешение своей души на какое-либо внешнее действие, какое-то поведение людей или на людей вообще, написано проклят человек. Проклят почему? Потому что всегда разочаруется, всегда придет к проблеме. Мы очень хорошо это видели в Советском Союзе, где человеческие авторитеты стояли очень-очень высоко, и люди на них полагались, но вы знаете, как в один день все рухнуло, но авторитет Божьего Слова неизменно стоит. Третья причина, почему мы видим веру как наиболее важным инструментом, во-первых, как мы уже говорили, она единственная связь с Богом, во-вторых, это единственное основание жизни, в-третьих, вера единственный источник силы, она обеспечивает нас силой для того, чтобы жить в условиях, с которыми мы реально сталкиваемся. 61 Псалом 12 стих «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога». Нам нужна сверхъестественная сила, чтобы жить, друзья мои, в самых разных обстоятельствах. Вы, возможно, это ощущаете в своей жизни, нам, как служителям, приходится соприкасаться с десятками, а за год с сотнями разных жизней, разных людей, и это настолько очевидно своей человеческой силой. Мы ничего, детей не воспитаешь человеческой силой. Ты не повлияешь на атмосферу в семье человеческой силой. Ты не сможешь никак управить тем, что происходит в стране человеческой силы. У тебя нет человеческой силы для того, чтобы правильно относиться к болезни, которую Бог допускает. Для этого всего нужна сила Божия. А чтобы сила Божия, она стала частью вашей жизни, это возможно только посредством веры. От того, насколько прочна ваша вера, насколько чистая она, насколько сильная или большая вера, Христос говорит когда-то, вы маловерой. Вот от этого и зависит, насколько этот источник силы. Очень многие верующие люди, к ним вера поступает по такой тоненькой-тоненькой трубочке, или вернее их вера такая тоненькая-тоненькая, как трубочка, и Божья сила туда капельками капает. Тогда, когда Бог хочет, чтобы это была такой трубой широкой, чтобы Божья сила могла наполнять сердце и жизнь человека. Мы уже читали в 4 стихе этой же 1 главы 1 Петра, он говорит о том, что Бог возродил нас в воскресении мы Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. И дальше сказано силою Божией через веру соблюдаемых ко спасению. То есть вера делает наше спасение прочным. Господь через нее хранит нас. Во 2 послании к Римфинам 4 главе написано о том, как слово наше, то, что мы говорим, становится сильным благодаря вере, но имея тот же дух веры, как написано «Я веровал и потому говорил». И мы веруем и потому говорим. Мы очень много говорим. То, что мы говорим, представляет собой огромную часть нашей жизни. И вот здесь Павел подчеркивает, что тогда, когда то, что ты говоришь, основано на вере в Бога, на практическом доверии Бога, тогда оно имеет силу, силу Божию. Это происходит, потому что вера связывает нас с Богом, с Его силой. Во 2 главе 1 послания к Римфинам апостол пишет о себе. Он говорит «И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». И дальше говорит, «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Наша задача заключается в том, чтобы позволить Божьей силе действовать в нас и через нас, а это возможно только посредством живой и практической веры. Итак, мы немножко коснулись вопроса, «Почему вера важна?» Очень большой вопрос, много еще в Писании об этом сказано, но мы хотим остановиться еще немножечко на второй, не менее значимой части, как взращивается вера. Вот прошел год, прошло время, и наша вера, она или окрепла, или меньше окрепла. Что влияет на это? Посмотрите еще раз, что пишет апостол Петр. Об этом радуйтесь, поскорбив теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. То есть, он говорит о том, что вера, она находится в процессе очищения, и это очищение, подобно тому, как очищается золото, это очищение происходит в огне, происходит тогда, когда трудности какие-то случаются, когда душа несет нагрузку, когда мы стоим перед какими-то вопросами, в которых нет наших человеческих решений, в которых мы явно зависим от того, чтобы Бог действовал. Вот тогда только вера растет, потому что тогда происходит упражнение веры, вера упражняется, практикуется. мы знаем, что на протяжении земной жизни Иисуса Христа Он очень конкретно занимался взращиванием веры в сердцах своих учеников. Для Него это была главная цель. Несколько примеров. Он показывал им на недостаток веры. Помните, когда сделалось великое волнение на море, лодка покрывалась волнами, Он спал, ученики, подойдя к Нему, разбудили Его, сказали, Господи, спаси, погибаем, и Он говорит им, что вы так боязливы и подчеркивает маловерные. Это Матфея 24 глава 26 стих. Он подчеркивает конкретно отсутствие их, точнее не отсутствие, малую веру. У них веры хватало на что-то, а вот здесь в данной ситуации оказалась ситуация больше, чем у них есть вера. Он призывал их верить. Иоанна 14,1 «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Заметьте, как для Иисуса вера очень важна. Он постоянно указывал на примеры веры. Когда сотник просил Его об исцелении своего слуги, если вы помните, Иисус пришел, предложил ему пойти исцелить, а слуга говорит, «Да нет, ты можешь только сказать, и это произойдет». Слушайте, что Иисус отвечает и сказал идущим за Ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Заметьте, как Иисус взращивает веру учеников. Он показывает, смотри, какая вера. В другой раз Он подчеркивал веру слепых, помните, которые просили Его об исцелении. И результат этого процесса взращивания принес плод. Когда Иисус молится об учениках в своей последней, так называемой, первосвященнической молитве или еще до того, мы читаем, как апостол Петр подчеркивает, когда все ученики или 70 учеников оставили Иисуса, Иисус предлагает двенадцати, не хотите ли и вы отойти? Слушайте, что отвечает Петр. Симон Петр отвечал ему, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого». То есть, смотрите, этот процесс, над которым Иисус продолжает работать. Он брал с собой их на гору Преображения. Помните, Он обличал их тогда, когда они хотели поделить места, кто же будет старшим в Царстве Небесном. Он поручал им служение, потом исправлял, когда Он подводил итоги. Он позволял им ошибаться. Особенно ярко это проявилось тогда, когда они разбежались из Гефсиманского сада. Но вот непосредственно перед этим, в своей первосвященнической молитве, Иисус молится, обращается к Богу, и Он отвечает. Самое главное качество, которое Он взрастил ученику. 17 глава, 7 стих. «Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я ишел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». Для Иисуса Христа вера – самое важное качество. Если мы посмотрим на учеников, на апостолов, апостолы делают то же самое. Апостол Павел, в частности, он пишет свое послание к фессалоникийцам. В этом послании он обращается к этим людям, которые были дороги для них, и он, самое главное, самое большое, о чем он пишет, он пишет об их вере. Посмотрите, 1 глава, 8 стих. «Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей Бога». То есть, для Павла вера важна. Он не слышит ничего остального. Он не слышит, в каком молитвенном доме они собираются, какой хор у них там есть. Он не слышит, сколько там у них проповедников. Он не слышит ничего другого об этой церкви. Для него самое важное, какая вера у этих людей. Потом, посмотрите, 3 глава. Он заботится о том, чтобы утверждать их веру. Он посылает, он настолько беспокоится о них, что он посылает Тимофея, своего близкого помощника и ученика. Он посылает, послушайте, 3 глава, 1 стих. «Поэтому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника». То есть, он подчеркивает, насколько Тимофей дорог, и он дальше объясняет, почему же это стоило того, чтобы послать, чтобы утвердить вас и утешить вашей вере. То есть, он понимает, что вот эти люди, они недавно обратились к Богу, и нужно их утвердить в вере. Пятый стих. Мы видим, что Тимофей вернулся и приносит известие, и опять он, Павел, слышит больше всего об их вере. «Почему и я, не терпя боли, я послал узнать о вере вашей?» Он не послал узнать, как их здоровье. Он не послал узнать, как у них там материальное состояние, хотя Павел, безусловно, беспокоится и о здоровье, и о материальном состоянии. Но он пишет, что вера самый главный фактор, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетком трудно. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради веры вашей». Это происходит постоянно, друзья. Вера в жизни христианина настолько важна, что Бог постоянно работает над ее формированиями. Ради этого Он готов допускать различные сложности в нашей жизни, помогая нам взращивать веру. я несколько слов хотел сказать о том, как это происходит. Мы уже говорили несколько раз, я приводил эти три латинских слова, которые несколько странные, но они очень важные, чтобы их знать, и я их хочу повторить. Когда говорят о вере, вера имеет три составляющие. Реформаторы называли эти составляющие, естественно, они писали по-латыни, многие из них «натищая», «осенсус» и «файдущая». Вот эти три составляющих, они играют очень важную роль, и в каждом из них нужен рост для того, чтобы росла вера. Первое, «натищая» это знание того, чему мы верим. Любой вопрос, я уже приводил этот пример, еще раз его приведу. Вы заболели. Вот для того, чтобы вам обратиться к врачу, а это будет акт веры, вам нужно сначала узнать, что есть врач. Вот самое первое, вам нужно знание. Для того, чтобы человеку получить спасение, человеку прежде всего нужно узнать, что он болен, он грешный, и есть тот, кто спасет. Это первое. Знание это «натищая», это первая часть тому, чему мы верим. Того, чему мы верим. Второе, ассенсус – это основание для доверия объекту веры. Говоря о враче, когда вы узнали, что есть врач, вам интересно, а сколько их людей этот врач вылечил. Когда вы проверяете, вот есть хирург, вы смотрите, а сколько операций этот хирург сделал и сколько людей живые остались после его операции. Вам это важно. Вот это измерит уровень вашего доверия. Или же кто-то вам скажет, придет и скажет, я у этого врача лечился, очень помог. И вы, скорее всего, к этому врачу пойдете, не к другому. Почему? Потому что ассенсус большой у вас. У вас большое мнение, большой уровень доверия объекту веры. То есть, когда мы говорим о том, чтобы вера росла, для того, чтобы вера росла, нам нужно расти в знании. Второе, нам нужно расти в доверии, в понимании того, что этот объект достоин доверия. И третье, это практическое доверие, выражаемое в делах веры. Если мы вернемся к нашей иллюстрации с врачом, то речь идет вот о чем. Вам нужно не только узнать о том, что врач есть, вам нужно не только со всем сердцем верить в то, что он вас вылечит, а вам нужно пойти, послушать, что врач скажет, взять лекарство, которое он рекомендует, и применить в жизни. Вот тогда цикл замкнется. Вот тогда вы по вере сможете получить выздоровление. Вера – это всегда обращение к тому, кто может то, что вы не можете. У вас сломался компьютер, вы не можете его отремонтировать, и вы несете его к специалисту. Почему? Потому что вы верите. Это шаг веры, это не что иное, как шаг веры. Так вот теперь с этой точки зрения давайте мы посмотрим на то, как же во всех этих трех сферах мы растем. Первое – это натише, или как мы растем в знании того, чему мы верим. Это имеет две стороны. Во-первых, это познание Божьей истины вообще, то есть общее познание Священного Писания. Просто знание Библии. И вот здесь, если мы посмотрим на год прошедший, мы можем измерить, как мы читали Библию, как мы слушали проповедь, насколько Божья истина, она нашла место в нашей жизни. К великому сожалению, то, что я обнаружу сегодня, сегодня Библии у людей больше, чем они когда-либо могут перечитать. Но, к великому сожалению, читают они их меньше, чем это было в Советском Союзе, когда на семью была одна только Библия. Разные причины для этого есть. Но мы сегодня не будем говорить о причинах, мы сегодня говорим о том, что в результате вот эта первая ступень на тишие знания объекта веры у нас слабая. А по этой причине и вера не может быть прочной. Потому что вера зависит от того, насколько мы знаем объект веры. Псалом 1, помните, написано, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, который не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Дальше сказано, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И вот тогда он будет, как дерево, посаженное при подоках вод, которое приносит плод свой. Об этом же говорит апостол Павел. Посмотрите, 2 Тимофея 3, глава 16 стих. Все писание богодохновенно и полезно для научения. Вот это вот первая фраза на учении первый термин, он говорит об общем ознакомлении с Писанием. Это общее основание веры. Второе, это познание Божьих повелений и обетований в частности. То есть, когда мы в общем знаем Библию, она создает нам контекст, мировоззренческий контекст, на основе которого мы оцениваем конкретную ситуацию. Вот чем глубже мы знаем Библию, тем точнее мы сможем реагировать, когда возникает ситуация. Вы знаете, Иосифу вот там в доме Патифара нужно было не просто знать, что Бог есть, а нужно было знать, что Бог осуждает сексуальные связи вне брака. То есть, это конкретная истина, которая регулировала действия Иосифа в тот момент, когда к нему приставала жена Патифара, и он сказал, нет, хотя это дорого ему стоило. Это был шаг веры конкретной истины, которая регулирует жизнь человека в этой точке. Друзья, если вера не имеет конкретного выражения, она является просто представлением, она не является действующей верой. Вот почему Иисус Христос много-много раз говорил о разных людях, которые следовали за Ним, но не являлись настоящими верующими. Посмотрите, 2 Тимофею, 3 глава, этот же текст мы читали сегодня. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, это общая истина. И дальше говорит, для обличения и исправления. Вот обличение и исправление это конкретика, это конкретные ситуации, которые есть в нашей жизни, которые просвещаются и регулируются Писанием. Так вот, возрастание в вере зависит, во-первых, от того, что мы вообще познаем Слово Божие, во-первых, и во-вторых, чтобы мы могли знать, как Слово конкретно касается моих чувств сегодня, решения, которые я принимаю, моих взаимоотношений с людьми, моих планов на жизнь, моего отношения к деньгам, моего отношения к работе, моего отношения покупать дом или не покупать дом. Самые разные, тысячи разных ситуаций. И вот каждое это действие может быть действием веры или действием неверия. И действием веры оно будет только тогда, когда мы знаем, что Бог говорит и доверяя Ему делаем. В этом смысл возрастания в вере. сегодня есть очень много верующих в кавычках людей, которые веруют вообще. Но они в общем веруют. Но в конкретных шагах они поступают по неверию, не по вере. Они не знают, что Бог говорит, и честно сказать, их мало волнует, что Бог говорит о конкретной ситуации в их жизни. Они мало прилагают усилий, чтобы посмотреть, а что же Писание говорит о том, где я хочу жить как я хочу жить. А что же Писание говорит, как мне строить взаимоотношения с этим человеком? Очень мало встретишь людей, которые серьезно анализируют свои действия с точки зрения веры. Были такие люди, как я уже говорил, их было много. Вот одна из ситуаций, Иоанна 8 глава, 31 стих, тогда сказалось к уверовавшим в Него иудеям. Эти люди уверовали и пошли за Ним. И Он говорит, если пребудете в Слове Мое, вот тогда вы истинно Мои ученики. И тогда познайте истину, и истина сделает вас свободными. Как немножко ниже выясненность оказалось, что эти люди вообще очень далеки от того, чтобы познавать истину, и Христос через несколько стихов им говорит вообще прямо, вы дети дьявола оказывается. А они уверовали, они причислили себя к числу последователей Иисуса Христа. Итак, это первое, в чем нам нужно расти. Для того, чтобы росла вера, нам нужно расти в знании Библии вообще и в понимании конкретных истин, которые управляют нашими решениями в жизни. Второе ассенсус, это основание для доверия объекту веры. Вы помните, когда Давид выходил перед Голиафом и когда Саул посмотрел на него и говорит, ну ты слишком маленький, ты не потянешь, чтобы одолеть этого человека. Помните, что Давид объясняет Саулу? Он говорит, господи, раб твой, когда пас овец, он тогда достигал льва и медведя, которые нападали на овец, и он их вот так, мягко говоря, вот, умерщвлял. Вот, то есть, когда Давид пришел и увидел Голиафа, у него есть уже опыт доверия Богу. Этого нам не хватает, Нам не хватает практического опыта доверия Богу. Это достигается нескольким путем. Во-первых, это достигается тем, как может возрастать наше доверие Богу. Во-первых, когда мы читаем Писание, Писание говорит, Бог верен. И Писание говорит, Бог неизменен. И Писание говорит, Бог любит тебя. И Писание говорит, Ему только можно доверять своей жизни. Чем больше вы будете читать, тем больше будет ваше доверие Богу утверждаться. Но есть еще две вещи, о которых я хотел сказать, которые связаны вот с тем, что происходит вокруг нас. Во-первых, замечать Божие действия в своей жизни. Вот, внимательно посмотрите на прошедший год и посмотрите, что Господь сделал в вашей жизни, и вы увидите, вы начнете ценить то, что Господь, что на Него можно положиться. Каждый раз, когда мы делаем шаг веры, мы сможем увидеть, что Господь делает. Мы сможем увидеть, как Господь утешает скорбя. Мы сможем увидеть, как Господь помогает. Нам вообще-то нужно собирать вот эти все истории в своей жизни. Их было много. Если вы внимательно посмотрите, вы сможете увидеть разные ситуации, в которых абсолютно точно это только Господь сделал. Я уже как-то рассказывал, одна из очень ярких ситуаций в нашей жизни была, когда много лет тому назад, уже, наверное, лет 25 или примерно, когда мы только переехали, приехали в Америку, я учился, это была совсем-совсем такая новая для нас местность, у нас не было рабочей визы, невозможно было где-то заработать, было очень-очень трудно, материально, финансово трудно, русских нет вокруг, друзей нет, одни знакомые были. и вот пришло такое время, когда нам присылают бумагу из колледжа и говорят, вот нужно оплатить такую-то сумму, а их негде взять, нам жить не до что, их просто негде взять. Вот все, что у нас оставалось, мы просто молились Богу. И Господь сделал чудо. За день до того, когда мы должны были внести эту сумму, приходит маниордер по почте из Канады ровно копейка в копейка на эту сумму от людей, которых мы не знаем, которые, вот Бог побудил одну молодую девушку, христианку, и она решила, вот как-то вспомнила, она где-то знала о нас, вот вспомнила о том, что может быть им и нужна помощь, и она пошла и собирала у дяди, у тети, у бабушки, у племянников, и вот к этому чеку она приложила список, вот тетя такая-то дала столько-то, дядя такой-то дал столько-то, и вот потом, когда они собрали все эти деньги, она пошла и купила на американские деньги, на американских долларах купила этот маниордер, получилась ровно такая сумма, которая нам нужна была. Это письмо пришло ровно в тот день, когда его нужно было отдать. Вы помните, есть такой псалом, милости Господни, вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй, вспомни, как он щедро наделил, удивляться будешь, что он совершил. Вот сейчас несколько дней до окончания этого года сделайте такое упражнение себе, дома придите и запишите, и вспомните все ситуации, и где вы пережили особое Божье благословение. Запишите и оставьте для своих детей это. Писание говорит так, 77-й псалом, 3-й стих, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей, возвещая роду грядущему славу Господа и силу его, и чудеса его, которые он сотворил, чтобы знал род грядущий, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божий и хранить заповеди его. Это то, что необходимо помнить, записывать и передавать другим. Итак, первое, это замечать Божьи действия в своей жизни, второе, отмечать Божьи действия в жизни других людей. Как это делать? Есть несколько путей. Во-первых, разговариваете с христианами, которые идут за Господом уже какое-то время. И когда вы общаетесь с ними, спрашиваете, а что Господь делал в вашей жизни? Вы сможете обогатить свою жизнь тем, что Господь с ними сделал. И еще есть одно очень хорошее средство. Читайте биографии Божьих людей. Люди, которые прошли пути, которые написали о своем пути, они чаще всего упоминают многочисленные ситуации, где Господь их поддерживал, помогал. Я до сих пор помню, как мама в детстве нам читала биографию Георга Мюллера или Джорджа Мюллера. Наверное, многие слышали об этом человеке, который он жил в Англии и он был основателем детских приютов и вот у него было такое правило, он никогда не просил помощи, он только у Бога просил. И в этой биографии много разных ситуаций, когда Бог вот подобно тому, как я только что сказал, вот он буквально в ночь перед тем, как закончится все, посылал необходимые продукты и так далее. Я хорошо помню многочисленные рассказы моих родителей и других старших верующих. Я помню нашего хорошего друга Василия Даниловича Бондаренко, когда он рассказывал свои разные истории в своей жизни. Одна из них, как он в возрасте 56 лет заболел, тяжело заболел раком, так, что врачи его отправили умирать. И Господь дал исцеление, он прожил еще около 30 лет после этого. То есть, когда вот мы общаемся и когда мы видим, что Господь делает, это укрепляет нашу веру, это укрепляет доверие. Таким образом, вера растет. Итак, вера растет, первое, она взращивается, потому что мы усиливаем знание того, что нужно нам для того, чтобы мы делали то, что Господь хочет. Во-вторых, вера растет тогда, когда увеличивается вот этот ассенсус, то есть основание для доверия объекту веру. И третье, вера растет, когда мы практически доверяем и делаем то, что Господь говорит. Вот это латинское слово файдущее. И вот в этот момент, в этой точке и играют роль испытания. Когда трудные обстоятельства, когда ситуация вокруг нас складывается так, что мы понимаем, что нет другого выхода, и мы тогда обращаемся к Священному Писанию, и мы смотрим, что Господь говорит, и мы знаем, что Господь достоин того, чтобы поступить так, как Он говорит, и мы делаем это конкретно, вот тогда вера растет. Вот тогда мы приобретаем силу Божию. Давиду нужно было не просто знать, что Бог защищает свой народ, и не только иметь опыт победы над львами и медведями, ему нужно было практически выйти против Голиафа и практически сразиться с ним, уповая на силу Божию и на его защиту. Вспомните о трудности, которые есть у вас сейчас. Вот сегодня у каждого присутствующего здесь есть какие-то трудности. Вот возьмите минуту и вспомните. И теперь посмотрите, каким может быть ваш ответ на эти, в чем реакция веры на эти обстоятельства, которые Господь допустил. Как ваша вера может вырасти в этих обстоятельствах? Я обобщил это для того, чтобы облегчить этот наш процесс и составил такой из нескольких из семи ступеней план, практически план доверия Богу в конкретных обстоятельствах. Первое, посмотрите на то обстоятельство, в котором вы находитесь сегодня, и первое, согласитесь с тем, что Бог владыка вашей жизни. У него есть план для вас. Бог действительно, Он продолжает быть у руля, Он на троне. Какими бы ни казались сложными ваши обстоятельства, Он управляет. He rules. Второе, примите вот эту конкретную ситуацию из Божьих рук, как то, о чем Господь позаботился о вас. Он допускает эту ситуацию. Он считает, что она нужна в вашей жизни. Он считает, что эта ситуация может принести что-то полезное в вашей жизни. Третье, определитесь, в чем заключается воля Божия относительно вас. Вот конкретные обстоятельства, в которых вы находитесь, что Господь хочет от вас здесь. Четвертое, просите у Господа силы быть послушным Его воле. Очень часто мы видим, что то, что Господь хочет от нас, оно больше наших сил, больше наших возможностей. Например, Господь хочет, чтобы мы простили обидчика. Написано, помните, прощайте, как Господь простил нас. У нас сил нет прости. Или Господь хочет, повелевает нам творить добро всем, наипаче своим поверье. А у нас времени нет, мы сильно заняты чем-то другим. Вот здесь нам нужно конкретно просить у Господа силы, чтобы быть послушным Его воле. пятое. Действуйте так, как говорит Господь. Шестое. Доверьте Ему результат. Очень часто мы не можем контролировать результат. Вот почему очень важно доверить Ему результат. И последнее, успокойтесь в Нем. Доверьте Ему себя, свою жизнь, свои обстоятельства. Подобных ситуаций может быть очень много. Продолжите вот этот список своей жизни, подставляйте туда разные обстоятельства и посмотрите, каким образом вы можете в каждом из них возрастать в вере. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев любите, которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченные и приславные, достигая наконец верой ваше спасение душ. Это и будет школой нашей веры. Преклоним колени и помолимся. Господи Боже наш, благодарим Тебя за веру. Благодарим за этот инструмент, который Ты дал для того, чтобы мы могли иметь связь с Тобой. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты взращиваешь ее терпеливо на протяжении всей нашей жизни. Ты формируешь ее, Ты учишь нас ей. Благодарим Тебя за этот прошедший год, за то, что на протяжении этого года было много ситуаций разных, в которых мы могли расти в вере. Благодарим, Господи, Тебя за то, что Ты заботишься о нас. Благодарим за то, что Ты утверждаешь нас. Благодарим Тебя за то, что Ты тот, кому мы можем доверять. Господи, благодарим Тебя за Слово Твое, в котором Ты открыл нам свою волю, для того, чтобы мы могли конкретно знать, что Ты хочешь, чтобы мы могли полагаться на Тебя, чтобы мы могли иметь Твой взгляд на то, что нас окружает, то, что происходит с нами, чтобы мы могли знать, как нам поступать в конкретных обстоятельствах, которые Ты допускаешь. Благодарим Тебя, Господь, за это. И сейчас, когда мы подходим к концу этого года, мы, во-первых, благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты сохранил нас до этого времени, и во-вторых, Господи, благодарим за все уроки, которые Ты нам преподал, за уроки веры, благодарим за школу веры, благодарим Тебя за то, что Ты, несмотря на нашу невнимательность, наше упорство, нашу лень, Ты продолжаешь стучать в наши сердца, и Ты продолжаешь открывать нам Твою перспективу, перспективу настоящей, полноценной жизни, которая возможна в результате веры. И сегодня я прошу Тебя за каждого находящегося здесь. Господи, укрепи нас, укрепляй нашу веру, укрепляй, Господи, чтобы мы могли жить этой полноценной жизнью, которая есть у Тебя, и особенно, Господи, наша молитва к Тебе о тех, у кого еще нет этой веры. Сокруши сердца и сделай, Господи, таковых настоящими детьми Твоими, спасенными Тобой и живущие этой сверхъестественной Твоей верой. Благодарим Тебя за все во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Аминь.